у лукоморья дуб зеленый золотая цепь на дубе том и днем и ночью кот ученый все ходит под спикругом сегодня мы решили пойти по стопам великого александра пушкина и рассказать вам про дубы а как вы думаете а можно ли из дуба чересчатого сделать бонсай и как получить такие маленькие листья из дерева которого такие лопухи растут сегодня мы обсудим эту важную тему расскажем наш опыт надеюсь смотивируем вас выращивать бонса из наших пород деревьев сегодня мы хотим познакомить вас с коллекцией дубов при бонсай собранный в нашей студии смотрите какой дубок ему около пяти лет выращен он из желуди из семени в этом году его кирилл пересадил вот эту плошечку посмотрите какой маленький лист по сравнению с обычным деревом почему это получилось потому что небольшой объем грунта активное ветвление хорошая корневая система и не гиперактивная подкормка при правильные обрезки которые делают ежегодно по несколько раз год мы получаем хорошее активное ветвление и мелкий мелкий лист практически как у каменных дубов которые растут на югах это у нас еще один чересчатый дуб приехал к нам с калужских лесов лет пять назад сравните вот этому дереву пять лет и вот этому дереву пять лет таких интересных результатов можно добиться в культуре в культуре да то есть пять лет назад его этот посадили желудем а этот выкопали пока у нее еще крупные листья ветвление не развивается там что с дубом не всегда можно понять какую сторону его вести как ему лучше отращивать ветки сперва нужно найти общий язык с деревом после этого уже начинать активно работать часто многие начинающие бонсаисты торопятся спешат все обрезать все оккультуре сразу загнуть проволоку ну мы советуем все-таки познакомиться с тем деревом с которым ты будешь жить в следующие десятилетия понять как она растет как развивается и после этого уже спокойно обкручивать обрезать как тебе хочется но обязательно на пользу дереву наступил уже конец июня ветки у дубов очень хорошо отросли лист вызрел он уже твердый почка сформировалась и мы будем заниматься тем что постепенно будем превращать листья вот такие вот такие листья для этого нужно будет сделать частичную дефляцию обрезать очень длинные ветви до двух почек и как раз именно сегодня мы в подробностях покажем все эти процедуры так что готовьте свои дубы на следующий год и можете повторять за нами а вот еще один интересный дуб тоже ему примерно пять лет в культуре веток у него поменьше поэтому лист крупноватый но уже есть какая-то структура тут ветки вправо-влево потолок смотрят сегодня удалим все крупное не туда растущие поправим что-то перенаправим снимем проволоку которая росла да 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 тут проволока накручена в зелени вам наверно видно вот я тут поближе смотрю видно так поработаем с этим деревом в этом супер горшочки похожим на какие-то археологические изыскания это ты здесь себя копал у соседей на берегу москва реки до раскопал бонсай искусство международное и поэтому инструменты мы тоже применяем международные итальянские ножнички фирмы пальцы китайские кусачки ну и конечно японские ножнички у этого дуба лист уже достаточно мелкий и он будет все мельче и мельче с каждым годом становиться поэтому дефляцию здесь мы делать не будем отрежем длинные побеги у каротин до двух почек чтобы они не слишком активно не разрастались и ветвились погуще уберем отсохшие веточки ветки которые растут не в том направлении снимем проволоку которая была наложена ранее некоторые даже в прошлом году еще ну и наложим новую проволоку на ветви которые выросли в этом году как обычно начнем с макушки если вот эту ветку оставить и даже видно у нее это вот почка начнет просыпаться и дальше 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 расти жиреть макушка начнет толстеть и перерастать поэтому мы ее сейчас укоротим чем укоротим значительно вот здесь вот есть две почки вот 1.2 почка все что выше мы снимем срезаясь специально чуть выше чтобы не повредить случайно молодую нарождающуюся почку так а эту веточку поскольку она растет в бок я ее сделаю на почку которая направлена вниз кирилл будет следить чтобы из нее ничего вверх не росло а вот кстати яркий пример вот идут две ветки энергия основная идет вот в эту ветку и смотрите как она прилет активно большие листья начала выдавать и вот такие толстые почки закладывать а рядом растет маленькая веточка как раз бонса это есть искусство по регулированию энергии в дереве чтобы вся энергия не шла в это деле в эту ветку а что-то досталось вот этой молодой веточки тоненькой мы укоротим причем я предлагаю укоротить очень сильно даже наверное вот до этой ветки в этом году это вот этого года приросту над к язык из открывших почки да то что она уже стала жиреть и здесь делает узел а это она будет более логично смотреться мы ее чуть-чуть укоротим она обрастет со временем будем надеяться что снизу здесь проснется кто-нибудь вот эта почка может проснуться просто себя вот это оставлю какой уже узел куда в следующем году он будет жиреть так лично менее и на камеру будет сказано может быть мы когда-то избавимся от этого участка потому что он просто прямой ну это как с кириллом договоримся а пока будем просто угнетать вверх чтобы активно разрастался низ так а здесь мы подрежем подрежем вот так наверное чуть-чуть спускаемся все ниже ниже ну тоже смотрите первые листья не достаточно скромные небольшие следующий крупнее и крупнее и крупнее поэтому здесь мы будем вставлять пару пару листиков немножко загущать но это не страшно так вот тоже ветка начала расти вверх почему она начала расти вверх вот здесь вот она отказалась дальше продолжать расти почка была боковая энергии много эта почка она верхняя в этой ветке в этой части поэтому начала так вот жиреть и разрастаться я ее обрежу вот так что вот здесь вот есть почка если бы я оставил эту ветку то эта почка пошла бы ровно ровно вверх расти в следующем году а я оставил вот эту нижнюю почку которая будет идти в сторону вот кстати очень очень хорошенькая веточка на внутреннем изгибе но на внутреннем изгибе да я укорочу ее но оставлю все сделаю на внешнюю почку вот вот эта почка она смотрит сюда то что отрезать ветку совсем это все просто это чик и все а потом обратно прирастить сложнее так вот ветка вот она сюда она растет в правильную сторону правильно располагается но если мы оставим ее нас еще год одна вырастет раза в три длине поэтому ее надо укоротить укорачивать буду вот по этот лист хотя я бы вот по этот укоротил но она тогда может сюда дать ну мы положим проволокой господи проблему да тогда вот сюда по нижнюю почку дальше слушай зачем ты вот так сильно оставляешь это же ну как бы они выйдут вот здесь и вот это будет прямой красивый длинный участок но ты как раз про это и думаю не надо этого хорошо сейчас укоротим что пущу сюда раз здесь пустота уже здесь ветка где вот это мне кажется очень длинно оставил новые пуде для права это самое здесь огромная прямой участок почему если есть по нижней кто сказал из все будет понятно понятно ну тогда это вот так резать секунду вот листик вот листик а давай мне разрешили резать спускаемся по этажам вниз так раз два три это конечно хорошая хорошая веточка но внутрь растет не очень удачно мы ее не сможем никуда передвинуть потому что она все равно будет смотреть внутрь к этому удалим а здесь просто чуть-чуть подкоротим вот это я оставлю будем наблюдать как он будет изнутри расти крутимся дальше опять длинный мощный побег укорачиваем по эту почку здесь вот старый пенечек видите вот остается когда лист почки нет лист не хочет расти остаются пенечки укорачиваем так вот тоже дуб у дуба есть особенность он иногда растет вот такими вот интересными ветками то есть они идут длинные тонкие но на конце выдает пучок листьев соответственно пучок загущает крону но эту ветку наверно так отогнем сюда да значит обрежем вот этот листик дальше макушка выращиваем тут вот прямой до прямой побег будешь опускать опускаем конечно хороший сделай почку вниз ну да вот так так вот кстати тоже еще пример сухой пенечек образуется точку вот сюда вот вот сюда смотрите как близко-близко располагаются почки попробую мудрить между ними так надо не так есть вот такие длинные ростовые побеги а если такие небольшие узловые видите здесь масса почек просто огромное количество на старой древесине на старой древесине и на молодой он тоже выдает такую же массу то есть это вот не прет одной веткой и если мы вот так обрезаем то вот эти почки начинают просыпаться потому что это находится верхней части дерева и сейчас разгар лета и первое половина лета и соответственно еще есть возможность пробудить цепочки и обрежем и вот так причем на этом узле будут пять иногда шесть побегов не хочется даже лишь не вырезать приятно интересно да так дальше переходим очередной раз так пенек ростовой побег вот эта ветка уже более низкого яруса и здесь уже нет таких жирных жирных побегов ростовых но принцип обрезки будет примерно такой же вот на эту почку не могу стоять то что наверх пойдет оставлю от на это тоже вот этот ростовой побег листать узел есть но это ну давай 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 ну тут вот как рассмотреть и малюсенькие листики выдает к этому мы стремимся и тут как раз дочерние почки то есть это не основного побега вот есть основной побег вот он выдал более крупный лист а это проснулись новые почки на древесине ниже основного побега да так мы здесь я не буду так жестить если сделал чуть по длине все-таки низ нужно энергию энергией нужно делиться так смотрите ветка внутри кроны растет с ней вообще ничего невозможно сделать поэтому мы ее удалим полностью здесь еще был старый пенечек тоже снимем есть еще такая технология вот здесь внизу растут крупные листья мы их уполовиниваем и уже эта часть чуть меньше энергии будет производить почки чуть менее активно будут расти так здесь что здесь она этому разведем вот и пробовать обещано прям сильно за начинает и потом уберемся когда снимаем проволоку из два метода первое это выкусываем если перекусываем перекусываем и маленьким маленьким кусочками снимали но поскольку здесь у нас дуб древесина дуба древесина твердая сейчас лето да можем под подлезть спокойно не повредив ветки дерева аккуратно можно распутать потому что провоку на дороге не валяется у меня она валяется когда пересаживали в ложку то что до этого он рос в глубоком тазике обнажается вот этот верхняя часть корней и все вот эти тонкие волосистые корни они в принципе большей часть отмирают хотя вот это живой рядышком ну иногда периодически нужно снимать этот верхний слой грунта чтобы выходили на поверхность вот эти красивые корни которые формируют красивые наборе и когда они находятся на поверхности кора на корне меняется она становится более зрелой красивый такой старый немножко загорает на солнце и становится более фактурным то что те корни которые в грунте спрятана внутри у них кора достаточно тонкая и не такая эффектная кора должна соответствовать красоте основания красоте ствола ну а теперь переходим более крупнолистной форме и мадурный дуб сейчас мы здесь все лишнее отрезаем и снимаем крупные листья дефолируем чтобы они нам не мешали и надо будет поискать проволоку там тоже наверно и строка которого рубают кору да вот уже начинает чуть-чуть врастать даже при том что дубы растут очень медленно проволока сезон роста может тихо-тихо быстро-быстро незаметно в расти толстая проволоку что такая тут веточка нашлась она растет на внутреннем изгибе древесина крепко я пытаюсь чуть-чуть подвинуть хорошо подвинуть не получается и она растет здесь вот крест-накрест с предыдущей веткой я наверное ее удалю совсем то что вот эта почка разовьется это саму ветку мы аккуратно вывернем и будет все красиво так что идем ниже такие лопухи смотрите кстати да вот эти длинные побеги которые дуб выдает с первичная почка просыпается на вторичные такой длины нам не нужно поэтому укорачиваем так есть вот такие вот как раз пример старого узла здесь ветка не пошла сюда пошла сюда пошла это мы будем отводить раскрывать веером поэтому я могу спокойно вот до сих пор удалить как быть с этой вот так это ставлю потому что она слабая здесь очень тонкие маленькие пучки дальше он периодически может отсушивать ветки поэтому учитывайте такую особенность дуба особенно особенно те что вниз до проволока уже начала вырастать да есть большие замятия но не критично пока одной проволокой две ветки как учит нас один знакомый итальянский мастер и российские остальные российский мастер до нашим смотрите друзья вот прям перевожу камеру говорит что я вижу пробка просто пробка от шампанского вот чем бонсаисты занимаются просто свободное деревья время на елке у нас вот висят пробки от шампанского это новогоднюю ампроса наш говорю итальянский мастер итальянское шампанское понятно я просто ждал что ребята приедут никого же нет так они все автомобилисты все мерзавцы сюда если мы девать 12 что выпили по рюмочке то было нормально все к вечеру так да конечно надо бы уменьшить хотя можно просто и проволокой направить здесь зрелая древесина я бы сделаю вот такой фокус я просто уменьшу лист да тем более что он и все вообще эти листья можно вот эти большие убрать их предлагаешь обнулить обнулить про дефляцию смотрите внимательно зрите есть листовая пластина есть черешок есть почка когда делаем дефляцию мы не отрезаем под почку мы оставляем черешок вот так соответственно здесь еще остается чуть хлорофилл он потихонечку будет усыхать и давать энергию почки мы начали самых легких деревьев потому что третий наш дуб он настолько заросший настолько там много веток как раз которые были выпущены из узлов его я очень правильно обрезал и вот мы увидим как раз как узловые эти ветки там по 3 4 5 веток из одной почки из одной точки самую толстую проволоку снимаем давай сначала мелкую снимем я думаю осенью осенью да посмотрим как там здесь смотрите треснуло значит там процессы идут а вот трещинка видишь когда расходится значит там идут какие-то хорошие растения а вот смотри колес как нарастает то есть миллиметра четыре колеса уже подросло за счет активного роста вообще вы с ними обнажите рассмотрим что это древесина дубовая здесь вот воротничок колеса вырастет вот он сюда липкая ну вот он да вот он валик хорош хороший валик до потихонечку с годами это зарастет совсем так что возвращаемся назад кормим кормим поливаем удобряем ну и плюс сейчас мы обрезали сделали небольшую дефляцию а каждый дефляция вызывает волну роста каждая волна роста вызывает рост колеса а вот здесь вот примерчик тоже а мы здесь начата более 100 а вот здесь постарше замазка на уже подсохшие вот тут тоже от колес нарастает по чуть-чуть вот он идет вот углубленная такая такой срез с углублением выкусанный да так вот эти надо уменьшить листья и новата чего обрежем это ветку а может быть все таки пусть просто находится в таком месте где и надо расти где и надо расти а мы ее действительно мы обрежем ее осенью когда она отрастет вот эту я предлагаю вообще оставить она не мешает иногда при этом дает питание дерево в нижней части вот смотри ну вот смотри у тебя вот это вот корешок они в любом случае немножко связаны сосудами если нам это корешок нужен пусть питается что дуба есть очень у дуба у дуба есть особенность он любит выдавать на старые древесине почки когда сверху отрезается мы были в гостях у одного нашего из и у одного из наших друзей бонсайных он нам показывал полянку где бобры поели дубы и там как раз от почка и почки активизировались активно перли в нижней части чуть ниже того места где бобры отряд отгрызли а вот смотри я сейчас повернулась ко мне дерево внезапной стороной вот иди сюда и я смотрю вот на эту ветку которую укоротили как она неудачно растет ну да вот она растет вот одна ветка она растет вверх и она формирует узел как раз тонкость бонса и том что нужно крутить дерево постоянно это мы вроде закончили закончили а покрутил и выяснились что не закончили совершенству пределов не существует ну смотрите мы почистили дерево от крупных листьев убрали длинные весенние побеги сейчас она конечно смотрится лосовато немного но в течение месяца проснуться новые почки пойдет вторая волна роста и лист будет мельче более того мы покажем этот ролик пока они не отрастут такой жадный кирилл да история дерево будет продолжаться следите за этим сериалом причем мы будем делать с этой копной резать не дожидаясь перитонита резать короче шок контент как обычно а этот дуб очень пушистый тут каждую веточку не разберешь поэтому мы просто возьмем ножницы и будем вот так вот вот все я по кончикам я знаю что я режу такие они нервные бонсаисты которые выращивают деревья ну вот после пяти часов работы это дерево обрезано лишние листья удалены укоротили все ветки до одного-двух узлов убрали крупные листья лопухи оставили небольшие аккуратненькие так тут еще чуть-чуть что-то сухое есть также после того как обрезал крутишь крутишь дерево и находишь что-нибудь еще что порезать главное вовремя остановиться бонсай проходит несколько стадий формирования первая и главная стадия это нарастить массу ствола массу ветвей и достичь этого можно только вот в таком обычном тазу не спешите сажать сразу маленькую бонсайную плошку маленькую бонсайную плошку дерево пересаживается когда она уже практически готова на что в этой плошке активный бурный рост останавливается ну когда-то этот дуб был вот такой и кирилл укоротил 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 его и отрезал вот эту ветвь и посмотрите дерево росло большом тазу при хорошем питании наращивала очень активно зеленую массу и видите как крупный срез потихонечку потихонечку зарастает этот колюс он со временем полностью закроется дубы обрезаны оставляем их обрастать покажем их вам через месяц увидите какой будет лист ну что друзья у нас сейчас в подмосковье конец июля и активно идут дожди из-за этого деревья хорошо растут правда есть некоторые свои особенности которые связаны с негативным влиянием частых дождей но мы вернемся к нашим дубам помните дефляцию да теперь посмотреть что получилось посмотрите какой небольшой лист самые большие листы это те которые мы оставили которые мы не срывали вот а все остальное это вот листики очень маленькие посмотрите какие причем они равномерно распределены по всей кроне и везде 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 небольшой лист увидите видите белые видите белые такие пятна это мучнистая роса потому что дожди идут очень активно за счет этого в общем дерево заразилось вот этой мучнистой но я это все дело опрыскиваю обязательно и сейчас стараюсь держать это дерево в теплице чтобы дождь на нее не попадал но все равно она уже подхватил эту болезнь вот но моя задача как бы чтобы моя задача чтобы листья созрели вызрели ветки хорошо развились тоже вызрели поэтому будем подкармливать специальными удобрениями с фосфором и калием для того чтобы ветки хорошо деревенели развивались вот это вот этот дуб большой смотрите какая капна да у него капна капна прям совершенно с одинаковым практически листом ну плюс-минус вот листики очень хорошие вот нет больших лопухов вот все один к одному сейчас покажу вам другие другие дубы из той коллекции который мы вам показывали вот здесь тоже была сделана дефляция частичная посмотрите лист уменьшился уменьшился но не хватает ветвление не хватает немножко густоты да то есть вот если издалека посмотреть то видно что чуть-чуть густоты не хватает поэтому мы будем наращивать эти ветки делайте гуще кстати здесь мучнистой росы почти нету вот я точно соберу его в теплице чтобы он высох после дождя почему я держал его час под дождем целую ночь потому что я очень сильный вчера хорошо удобрил минеральными удобрениями нужно было чтобы капли дождя пролили это удобрение напитали дерево вот поэтому сейчас я его уберу в теплицу вот потому что у нас снова сегодня ожидается ливень ливень у нас тут через день причем такой что как бы на много часов вот горшок от вани жукова вот из шамота крупного сделан с ним вечно проблему посмотрите он вечно зарастает какой-то ерундой вот ну и дуб который выращен из семечка посмотрите мы дефляцию почти не делали но из-за небольшого горшка и сильного ветвления листик прям крохотный листик прям маленький тоже дуб черешчатый наш обычный смотрите какой обалденный лист на концах на концах лист крупный вот но поскольку ветки постоянно обрезаются то соответственно когда мы обрежем в общем останется все маленькое миниатюрное красивое так что вот в общем то так тут что-то вырос какой-то сорняк так что вот все возможно можно спокойно выращивать дуб черешчатый единственная просьба не сажайте его сразу в маленький горшок потому что иначе вы не сможете делать такие прекрасные операции как дефляция он просто не будет вам выдавать нужного количества листиков и веток вот дуб черешчатый в общем-то капризный капризные не в плане не в плане ухода а вот в плане всяких пересадок обрезок зимовок он может не проснуться зимой если вы неправильно за ним ухаживаете вот друзья я перенес сюда в теплицу здесь дождя нету здесь сухо относительно тепло и в общем именно для этого в том числе нужны такие теплицы бонсайные теплицы чтобы в период активных дождей сильных дождей у нас в подмосковье это дело частое до мучнистая роса не поедала такие нежные растения как дубы и клены клен тоже страдают от мучнистой росы вот и здесь мы их спрячем от этой заразы конечно предварительно обработав препаратами против мучнистой росы в частности мы купили хорус и вот сегодня я наверное обработаю хорусом потому что вот это дерево прям но очень очень болезненно перенесло вот уличную погоду вот из-за там три дня дождей видите как выпала вот эта мучнистая роса вот поэтому любите бонсай подписывайтесь на наш канал и занимайтесь вот такими прекрасными чересчатыми дубами не бойтесь в нашей полосе это прекрасное дерево которое очень хорошо дополнит вашу коллекцию занимайтесь бонсай любите деревья выращивайте дубы это не так сложно как кажется дубы это не так сложно как кажется